Мы имеем действительно долг государственный, который меньше 15% Соединенных Штатов, вы знаете, в странах Европейского Союза, он уже перевалил за 100%, Япония далеко за 200%. Как правило, чтобы послушать интересную лекцию известного человека, приходится что-то предпринимать, искать специальные возможности, куда-то ехать. 5 апреля студенты Института международных отношений и мировой истории Университета Лобачевского на своей территории смогли встретиться с деканом факультета государственного управления МГУ, председателем Комитета Госдумы по образованию Вячеславом Никоновым. Доктор исторических наук обрисовал свою точку зрения на Россию нашего времени. По его словам, внешняя политика страны, ее экономика и образование в сравнении с другими государствами имеют целый спектр положительных итогов и перспектив. Тоже можно сказать и о развитии нашего региона. Какой сегодня главой региональный продукт Нижелинской области? Кто мне скажет? Это порядка триллиона рублей. Конечно, рубль за это время тоже изменился, но согласитесь, вот этот колоссальный рывок, который был осуществлен за последние 15 лет, его недооценивать ни в коем случае нельзя. Безусловно, очень было интересно послушать лекцию, очень было интересно именно выслушать мнение авторитетного человека в области политологии, так как я учусь на политологии, это очень было мне полезно. С чем Россия сегодня сталкивается, новые угрозы, новые вызовы, это очень актуальный сейчас вопрос на данный момент в связи с санкциями, в связи с информационной войной, которая ведется против нашего государства. Интересны были идеи, как помочь России выйти из сложившегося кризиса, интересны были идеи, как вообще самореализоваться современному обществу, современной молодежи. И мы поняли, что нужно учиться, учиться и быть активными во всем и везде. Мы надеемся, что все наши исследования, которые направлены на понимание процесса, который происходит в головном мозге, в конечном итоге улучшат качество жизни конкретного человека, конкретного пациента. Главное, это поможет лечить эти болезни, поможет людям жить дольше. Помимо встречи со студентами, Вячеслав Никонов познакомился с учеными университета и их биомедицинскими разработками. Исследования ННГУ в области нейронаук не раз получали высокую оценку отечественных и зарубежных специалистов. Успешное участие проектов в государственных конкурсах, по словам Вячеслава Никонова, показатель осознанного и самостоятельного развития современного вуза. Я знаю университет давно из самой хорошей страны. Это действительно одно из самых конкурентоспособных учебных, научных заведений в нашей стране. И, конечно, те исследования, которые здесь проводятся, это действительно то, что связывает науку, жизнь и производство. И то, что в Нижнем Новгороде существуют мощные научные центры, которые способны взаимодействовать с оборонкой, с очень продвинутыми технологическими предприятиями, с комплексом информационных технологий. Вот все это вместе может дать очень хороший эффект и для города, и для области, и для России. Я хотел бы, чтобы мы развеяли миф о том, что на Западе все лучшее. Вот мы показываем сегодня вот этот институт нейронаук. Вот отсюда никто не уезжает практически никуда, приезжают к нам. Приезжают к нам работать на месяц, на год. Для нас выиграются гранты, люди приезжают с деньгами и так далее. Это означает, что вот это импортозамещение, о котором мы говорим, оно сегодня в науке, в части науки. В вузах, в части вузах, оно реальность. Я еще раз приветствую Вячеслава Алексеевича. Я благодарен, что он к нам приехал. Мне кажется, что мы произвели на него неплохое впечатление. Я приглашаю его снова. У нас каждый год что-то новое.